Лозунг «Марта» — это любовь, творчество и, конечно, счастье. Нас ожидает довольно-таки мягкий, спокойный, действительно, после всяких страшных, ужасных препятствий, трудностей, переломов в политике, множество сложностей, препятствий, наконец-то настоящий благостный месяц без напряженных аспектов. Они практически все будут гармоничны. Итак, весна в этом году начнется весьма благоприятно. Первый месяц весеннего сезона 2021 года обещают быть абсолютно без какого-либо напряжения, каких-то серьезных ситуаций. Почти все транзиты планет в этом месяце будут абсолютно гармоничны, за исключением всего лишь одного напряженного аспекта Марса с Меркурием. И то, в принципе, он сильно большой бед нам. Можете себе представить, всего лишь один аспект, и то недолгий, и то всего лишь на пару дней на весь месяц. Прекрасно, да. Меркурия же в этом месяце с уверенностью будет набирать скорость, поэтому уже есть хорошие новости, можно делать покупки. Это принесет очень много плюсов. Если в феврале во время ретрограммности у вас, дорогие друзья, что-то не получалось, либо вы откладывали дела, сейчас же самое время для начала многих дел, включая оформление документов, вступление в деловое сотрудничество, торговлю, переговоры, поездки и так далее. Особенно в первой половине месяца, потому что ровно с первого по пятнадцатое число Меркурия будет находиться в воздушном знаке. Воздух – это всегда благоприятная родственная стихия Меркурию, да. Он будет в Адалее, а Водолей прекрасно дает сотрудничество, переговоры, лучшие полмесяца для того, чтобы завести дружбу, знакомство, вступить в клуб по интересам, да, он как бы не случайно сейчас развивается и хайпует, и стартует при Меркурии в Адалее такая новая сеть, как-то она называется Clubhouse. Вот всем советую у него вступить именно при Меркурии в Адалее. Меркурий в первой половине месяца дает действительно нестандартное что-то новое, экстраординарное. Очень хорошо в первую половину месяца покупать что-то новое, какие-то гаджеты, телефоны, подарки, автомобили с автосалона, да, вот что-то новое абсолютно. Кроме, например, 3-4 числа, 3-4 марта, наверное, не стоит покупать в это время технику, а также с 29 по 31 марта. Лучше исключить и будут неблагоприятные аспекты, если купить в эти дни, то может действительно и возгораться техника из-за неблагоприятных аспектов к Марсе. В любом случае, первая половина месяца будет фонтанировать новыми идеями, хорошо общаться, получать и передавать информацию, действительно пойти на новый курс обучения, все это будет просто прекрасно, да. Тоже, значит, неплохое время в начале нового лунного месяца, произойдет он 13 марта в 12 часов 21 минуту по киевскому времени, да, действительно планировать свое будущее, да, вот действительно очень благоприятный момент, когда можно действительно встречаться, дискутировать, либо замышлять что-то новое. Все же после 16 марта Меркурий перейдет в знак рыбы, и уже, конечно, такая точность, какая-то важность встреч может уже пошатнуться. Может, конечно, Меркурий замедляться в своей мыслительной деятельности, передача информации несколько будет тормозиться, но зато просто прекрасный фурор и момент для людей, занимающихся искусством, художеством. Прекрасное время для творческих посылов, открытие выставок, приглашение друзей на какие-то пати, да, возродятся ночные клубы во второй половине месяца. В марте прекрасно ходить туда, в театры, в дискотеки, ну, если, конечно, позволят обстоятельства, потому что по новому закону вроде бы после 11 часов до 7 утра вроде бы ничего покажется запрещено. В любом случае можно устраивать тайные вечеринки, потому что Меркурий в зодиакальном знаке рыбы, а рыба – это всегда тайные, тайные встречи, прекрасны для этого, да. Действительно, хорошо в второй половине месяца погрузиться в тайные, секреты, изучать мистику, психологию, обращаться к астрологу, особенно к астрологу Владу Росу, да, и, конечно, изучать сокровенные тайные науки, да, действительно, очень может вести в оккультных сферах, в гадании, в мантике, к тарологу можно хорошо обратиться, да, и, конечно, это хорошее время для нахождения своего личного психолога, астропсихолога, а также врача. Поэтому всем, дорогие друзья, кто еще не приобрел своего личного врача, да, и не нашел его, то вторая половина месяца благоволит к этому, да. Но, с другой стороны, это еще и говорит о том, что вторая половина месяца при Меркурии в рыбах будет дождливая, либо снегопадная, да, то есть больше будет осадков, да, вот поэтому. Но, с другой стороны, будет напитываться энергией наша маленькая земля, да. Вот, как бы, вот такие вот тенденции. А что касается у нас очень важного события, это, конечно, Солнце переходит в зодиакальный знак Огна в 20 марта, Международный день астрологов. Вот, как раз четко совпадет именно в этом году, в 11.37 по киевскому времени. Солнце будет в зените славы, поэтому нас ожидает очень на Украине благостный, прекрасный год, особенно то, что касается власти, успеха, Солнце будет находиться в доме за границей, да, то есть очень многое-многое у нас может исходить для Украины издалека. Вот, поэтому очень такой благостный, благоприятный год. Каня по зароастрийскому календарю. Вот, поэтому мы еще так не привыкли, то, что мы перешли, в общем-то, в год быка, так это еще и год коня. Вот, а год коня, с точки зрения астрологии, связан с открытостью, импульсивностью. Очень хорошо в этом году ездить, бывать. Наконец-то, когда закончится коронавирус, можно открывать новые территории, те страны, где вы не бывали. Прекрасный год для открытой, честной, конкурирующей борьбы, потому что символ коня – это страсть, передвижение. Главное – не сидеть на месте, дорогие друзья. С другой стороны, Венера до 20-го числа, она находится в знаке экзальтации своей, в рыбах, поэтому у нас прекрасная любовь, встречи, предложения до 20-го числа. А с 21-го года она более импульсивна в знаке Овна, поэтому могут быть всякие у вас рода срывы, сложности в отношениях. Если, конечно, планировать месяц на будущее, то, конечно, лучше всего это делать в Новолунии, это 13-го марта. Но если планировать события на весь год, то лучше это закладывать именно 20-го марта, особенно вблизи полудня в 11.37. Действительно, все древние астрологи делали мунданные прогнозы, а мунданность – это в переводе на понятный для всех язык, это, значит, геополитический прогноз на год. Действительно, строили карту момента перехода Солнца в первый градус Овна. Поэтому, конечно, очень важно, очень важно в этот день особо заняться йогой, действительно, в этот день встречать по-настоящему Новый год, действительно, рано утром, например, уже 21-го числа, после первого восхода, уже окончательно вступит в образные правления год коня, встретить рано утром при восходе Солнца, зажечь костер, огни, и действительно, вместо шампанского выпивать нагретое вино, какой-нибудь когорчик. Да, то есть прекрасно вот таким образом восхвалять и проецировать счастье будущего года. В то же время, в этом месяце Марс, наконец-таки, уйдет из-за океакального знака Тельца. Я всегда говорил, что Марс в Тельце могут привести обострение ситуации на востоке, в нашей стране, потому что наша страна, реально Украина, связана с знаком Тельца, а Марс все время был в феврале в этом знаке. И, как мы знаем, мой прогноз сбылся, были очень сложные и трудные ситуации на востоке страны, вплоть до того, что, действительно, чуть ли не каждый день кого-то начали убивать, взрывать или еще что-то. Но при выходе Марса в Близнецы все это уже улучшится ситуация, и уже не будет такого большого напряжения на востоке нашей страны. По крайней мере, с 4 марта Марс покидает Телес и переходит в Близнецы. Это положение быстрой планеты подсказывает нам направление нашей деятельности в этом месяце. Главный упор в деловой жизни должен лечь на сбор и передачу информации. После 4 числа это блестящее время для покупок автомобиля. Поэтому, кто хочет приобрести автомобиль, железного коня, то это, конечно, будет самое лучшее время. Также не удивляйтесь, если в офисах будет много разговоров между сотрудниками. Сейчас как раз именно в марте месяца важно построить сплоченную команду благодаря общим интересам и интеллектуальному обмену. Действительно, Марс в Близнецах, а Меркурий в Водолеи будет прекрасно способствовать в первой половине марта сотворить какую-то команду. Действительно, блестящее время для того, чтобы действительно открыть новый бизнес-проект. Все ваши важные деловые вопросы действительно стоит решать спокойно, обсуждая все проблемы, слушая друг друга. Март для вас просто прекрасен. Для этого особенно его первая половина. Может также понадобиться отправиться в поездки, в командировки. Именно в марте месяца они будут блестяще успешны. Действительно, они будут напряженных аспектов, и все может удаваться. Действительно, может быть много мелких дел, требующих постоянных перемещений, но все они могут решаться очень легко, на ура. То есть без всяких проволочек, трудностей, препятствий. Если у вас появляются новые проекты и дела, то они действительно будут хорошо развиваться. Главное – быть идейно вдохновленным. Потому что рыбы – это знак идей, вдохновения. Особенно во второй половине месяца. Этот месяц неплох для различных информационных проектов, образовательных программ, радио, телевидения. Хорошо открывать YouTube-канал, интернет-блогерство какое-то. Даже сейчас будет множество обсуждений, переговоров, договоров. Хорошо общаться с коллегами. И даже договариваться о совместном пиаре. Ну и март месяц лучше для того, чтобы провести рекламную кампанию практически для всех знаков зодиака. С другой стороны, так как Марс в Близнецаха – это знак мутабельный, переменчивый, дела начатые в это время будут видоизменяться, все время пересматриваться. Особенно если не связаны с передачей информации, переговорами, документами, общением с клиентами, консультированием, мелкими перемещениями, транспортом. Да, и, конечно, сложными можно разве что назвать для перемещений 23-24 марта, когда Марс будет приближаться к напряженному аспекту с Меркурием. Действительно, большая травма опасности, и действительно, может даже ДТП, несчастные случаи наиболее сильны в нашей стране быть именно в эти дни. 23-24 марта. Я также не советую примерно с 22-го по 25-го марта покупать билеты на самолет. В этих дни лучше не тренировать, не планировать ничего важного, особенно важных переговоров и документов. Тоже не подписывать, не вести торговые сделки, могут срываться, приносить нежелаемые результаты, и вообще все могут быть пароварно, особенно в переговорах. Ну и какие-то подрывы ситуации, ошибки, задержки, неправильно подписанные документы. С другой стороны, у нас ожидается время тайных доходов и приятные траты. Действительно, Венера в гармоничных рыбах. Знаки своей экзальтации, планета любви, денег. Она всегда связана с финансовыми вопросами. И довольно-таки будет гармонично в марте месяце. Первые три недели месяца будет очень так все благоприятно. Именно до 21 марта она будет именно там. Поэтому действительно ее характеристики могут нести изобилие, плодородие, комфорт, счастье вообще, в том числе и в любви. А с другой стороны, рыба часто связана с чем-то неопределенным. Венера, проходя по этому знаку, может натолкнуть, дорогие друзья, вас на мысли о неофициальных или, может быть, тайных заработках. Самое время включить какие-то биткоины. Это хорошее время для поиска также новых источников дохода, которые связаны с творческой реализацией. Рыба дает хорошую фантазию. Венера помогает превращать эту фантазию в форму. Поэтому не удивлюсь, если альбом «Океран Рельзы» выйдет как раз в марте месяца. Абсолютно неудивительно. По крайней мере, Святославий Вакарчук обещал весной. Впрочем, вы можете заметить, что деньги в это время приходят из ниоткуда и также будут исчезать в никуда, не задерживаясь. Потому что рыба – это знак текущий. Он за какой-то стороны хочет копить, оставлять что-то на потом. Но очень все сложно на что-то конкретное в этом месяце накопить. И поэтому это не очень удачное время для размещения денег именно в банках. Лучше, конечно, вкладывать в какие-то тайные спекулятивные бумаги. Например, в акции Microsoft или Илона Маска. Действительно, от этого можно иметь более спекулятивный успех. С другой стороны, это неплохой месяц, чтобы искать дополнительные источники дохода. Потому что рыба – все-таки двойственный знак зодиака. И иметь две работы – тоже очень благоприятное в это время. С другой стороны, может быть, не все так стабильно, как хотелось. Но гораздо лучше, чем в феврале. Будьте внимательны вблизи новолуния. С 12 по 14 марта в эти дни лучше не рисковать деньгами. Могут активизироваться мошенники. Есть опасность потерять деньги и потратить их на что-то ненужное. Так что с 12 по 14 марта, дорогие женщины, в особенности, покупки и магазины для вас отменяются. С другой стороны, 21 марта Венера переходит в острый знак Овна. И после этого, конечно, можно после 21 марта начать ревновать, действительно ругаться в доме. Конечно, будет совершенно другая энергетика Венеры. И, конечно, все может быть сложно. С другой стороны, в плане денег и финансов могут они зарабатываться более активно, более решаться быстро финансовые вопросы. И позитивные аспекты Венеры в конце марта 21 года могут принести желаемую прибыль и дадут кому-то очень хорошие возможности. Особенно новым предпринимателям, либо людьми, которые занялись новым бизнес-проектом. Конечно, при Венере в рыбах пора признаваться в любви. И первые 20 дней она будет просто там господствовать. Если, дорогие друзья, вы давно хотели сделать признание, особенно где-нибудь на 8 марта, но не решались, либо вы только недавно осознали, что человек рядом с вами действительно ваша вторая половинка, пора уже открыться и не тянуть время. Если, например, 14 февраля была не очень благоприятная для этого дата, для того, чтобы укоренить и предложить даме руку и сердце, то 8 марта будет просто для этого замечательно. Этот месяц отлично подойдет для того, чтобы признаваться в любви и перейти в отношениях на более высокий новый уровень. Если у вас, конечно, нет возлюбленного, сейчас неплохо начать его поиски именно в марте месяце. Отношения, начатые при Венере в знаке рыбы, очень основаны на взаимной любви, уважении, романтике. Да, лучшее время для романтики первые 20 дней. Всех отправляют на острова, на Мальдивские в особенности. Кто не был, то это самое лучшее время, чтобы действительно узнать друг друга, потому что узнать друг друга можно, когда вы находитесь в каком-то домике, оторванных от остального мира, и тогда вы можете понять однозначно, подходите друг к другу или нет. В позитивном аспекте действительно Венера дает очень много шансов, очень много мечтаний. И, конечно, именно в марте месяце она действительно даст возможность каждому из нас найти вторую парламенту. И действительно найти своего принца на белом коне. Очень много шансов положено получить желаемое в любви. Хорошо завязываются новые романтические знакомства, назначать свидание и признаваться в любви, рыскать в интернете, на каких-то сайтах знакомства. 1-го, 2-го числа, 18-е, это благоприятно, а также 29-е марта. Значит, после 21-го марта Венера, конечно, будет вовне не так хороша. А вот это больше для быстрых каких-то связей, как сказали бы парни быстрого перепихона. Ну, наверное, более мужская такая тенденция после 21-го марта. Ну, и, с другой стороны, все отношения, начавшиеся после 20-го числа, не будут иметь длительных взаимоотношений. Поэтому, к сожалению, это время больше для секса, но не любви. С другой стороны, в марте – это как раз то время, когда вы можете обозначить свою помолвку и дальше подобрать дату регистрации своего брака. Но астролог Ватрос может, по-моему, конкретно, четко помочь и точно подсказать, в какой момент именно ваши точки соприкосновения благоприятны для регистрации брака. В целом, 1-е, 2-е число, 5-е, 7-е, а также 29-е благоприятны для заключения и регистрации брака. И, конечно, поездки, путешествия именно в марте месяц, когда лучше всего отправляться в дорогу. Действительно, Меркурий, из-за того, что набирает огромную скорость, у него она будет просто прекрасно и великолепно по сравнению с февралью месяца. Это, конечно, прекрасное время для деловых поездок, а также поездах на курорт, отдых. С другой стороны, Марс в это время будет идти по знаку близнецы. Хорошо для всякого рода коротких путешествий на уикен. Куда-нибудь на субботу, в воскресенье, куда-нибудь в горы или на море. Либо, если вы давно не были в прекрасном каком-нибудь городе, но пока нас только пускают в ближнюю заграницу, нужно посетить эти города. Неблагоприятные дни месяца лучше не назначать поездки, особенно 23-24 марта. В эти дни повышены риски разных задержек, опозданий и поломок. С другой стороны, на море лучше лететь 5-6 числа, а также 22-23, тоже очень благоприятно. У кого пошаливает печень, как у Атоса, либо сердечко, хорошо отправляться в дом, отдых и санаторий. Тоже 5-6 числа, а также 13-го. Поездки в горы 7-8, поэтому 8 марта и обручальное кольцо всем до дороги в Карпаты. Походы пешком благоприятствуют, а также близким путешествиям, автостопом 20-го числа. Сядете, пойдете в автостоп 20-го числа, достигнете конца Евразии, образно говоря. Поездки для развлечений, а также там походы в театры, парки, аттракционы, начало месяца 1-2 числа, а также благоприятные 25-29 числа. Тренинги очень хорошо устраивают конференции 5-6 числа, 10-11. Деловые поездки 7-8 числа тоже очень могут быть замечательны. В плане здоровья и опасностей месяцев, то это, конечно, желчекаменная болезнь может вообще возобладать в этом месяце. Поэтому будьте осторожны именно к таким сложным ситуациям. Маритмия сердца из-за того, что наконец-таки Солнце начало свою очень большую активность. Конечно, травмоопасный период у нас будет ожидать вблизи 24 марта. Поэтому вблизи этой даты нужно очень осторожно водить автомобили. Да, и, конечно, вблизи полнолуния, которая нас действительно ожидает 28 марта, то есть с 27 по 29 числа, сердечникам нужно особо привести в форму своего сердца, хотел сказать. Ну, по крайней мере, употреблять волокординтом или другие важные, значит, лекарства. Да, полнолуния у нас будет в 20 часов 49 минут 28 марта. И в это время, конечно, лучше воздержаться от алкоголя. В целом месяц благостный, замечательный, во многом успешный, благоприятный. Так что, дорогие друзья, всех вас поздравляем наконец-таки с тем, что все сложное у нас позади и все хорошее только впереди.